Всем привет! Сегодня именно тот случай, когда хочется побывать на природе, но не хочется никуда ехать. Этот лес находится в черте города Рига, в шаговой доступности от места, где я проживаю. Рига вообще очень зеленый город, и для каждого рижанина не составляет какого-то труда оказаться в подобном месте. В прошлом году у меня было видео с этого места, но речь тогда шла о спортивных соревнованиях, об автогонках, потому как в этом лесу находится спортивный комплекс бикерники, который включает в себя несколько гоночных трасс. В то время, когда они проходят какие-то соревнования, эта трасса открыта для всех. То есть люди сюда приезжают покататься на скейтах, на велосипедах. Сейчас еще довольно мало народу, потому что будний день, и практически еще утро, но где-то к обеду уже люди подтянутся, и здесь их будет значительно больше. В этом году вирус вообще внес свои коррективы. В начале мая должно было быть открытие сезона, крупные соревнования, Гран-при де Валт. И в этих соревнованиях участвуют уже гонщики европейского уровня. Не то, что я вам показывал в прошлом году. На гонке на автомобилях, ну уже можно так сказать, ретро-машинах Жигули и Волги. И в этих бы соревнованиях уже участвовали довольно серьезные автомобили. И по мощности, и по современности, и по гонщикам. Такие классы, как Baltic GT, Baltic Open. Но, к сожалению, все это отменили. Заходил на сайт Латвийской Автомобильной Федерации. Пока у них нет обновлений, пока до конца не ясна ситуация с ограничениями. Поэтому информация в их календаре отсутствует о каких-либо соревнованиях в этом году. Ну, висят те, что были заявлены ранее, но там уже есть пометки, что отменено. Поэтому, как снимут полностью ограничения, будет уже какая-то ясность. Тогда, наверное, обновлят и календарь. Коль уж я на природе, вообще не хотелось, конечно, касаться темы вируса. Но так как он очень сильно влияет сейчас на нашу жизнь, то не могу не вставить своих пять копеек. Мне вообще кажется, что это очень мутная история. Это не то, что я отрицаю этот вирус. Он есть. Но то, как все это происходит, конечно, наталкивает на ряд вопросов. Я, например, не знаю ни одного человека из своего окружения и окружения этих людей, кто бы заразился этим вирусом. Не знаю, он, конечно, есть, но где-то непонятно где. По статистике, в Латвии и так очень мало заболевших. Но, к сожалению, наше правительство тоже подчинено тем общим тенденциям, которые сейчас происходят. Я как-то, не знаю, какое время назад, наткнулся на статистику. Ну, как раз, когда был в разгаре пик пандемии, так называемой, в Италии, я посмотрел итальянские графики по заболеваемости. Да, на графике картина была ужасающая, но во многом они сами виноваты. Не буду сейчас углубляться в эту тему, потому что тащили изначально всех в больницы, а больницы – это замкнутое пространство, где в коридорах в ожидании тестов находились, и, наверное, больные, и не совсем больные именно этим вирусом. В результате все перезаражались и получили то, что получили в итоге. О системе здравоохранения в Европе – это другая история. Единственная страна, которая более-менее с этим справилась нормально, потому что не стали вдаваться в панику, в эту общую истерию – это Германия. Ну, у нас получилось, как получилось, потому что мы и так ни на что не влияем, ни на какие процессы. Ну, вот вернусь к итальянским графикам. Потом я решил найти графики по Италии, по другим заболеваниям. И, о чудо, что же я там увидел? Когда я наложил один график на другой, то оказалось, что подъем заболеваемости именно этим COVID-19 зеркально отображает график по другим заболеваниям, только по COVID-19 в плюс, а по другим заболеваниям в минус. Соответственно, не надо быть очень умным человеком, чтобы понять, что те заболевания, которые никуда не делись, в предыдущие годы были они, то есть статистика по ним была понижена настолько, сколько повышена статистика по COVID-19. То есть всех записывали, если находят у тебя этот вирус, неважно, как ты себя чувствуешь, все, тебе хана, как говорится. Ну, ладно, это хотелось бы поговорить о приятном. У нас, как бы, в Латвии не было каких-то жестких мер карантинных. Ну, да, там социальная дистанция 2 метра, но так, чтобы очень-очень, как, например, в России, там всех посадили по домам и так далее, такого не было. Сейчас идет по Европе ряд смягчений. Многие страны уже открывают свои границы. Я думаю, что где-то в середине июня ЕС наконец-то откроет все внутренние границы, и я смогу свободно передвигаться. Ну, и, соответственно, видео уже будет привычное для меня и для всех в привычном контенте. То есть поеду в какое-нибудь интересное место. Ну, как бы, на этом и все сегодня. Все, что хотел сказать. Я, конечно, еще буду гулять, так как на природе и приехал именно с этой целью, а не разговаривать о вирусе. Ну, а всем до новых встреч, до новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok